Добрый вечер, аудитория проекта Медиаметрикс, это Илья Переседов, программа «Итоги недели». 1 сентября мы выходим с небольшой задержкой, но все равно мы смогли это сделать, прорваться по затопленным автомобилями, московским улицам, к нам в студию, у меня в гостях сегодня Евгений Русак, эксперт международных экологических проектов и просто яркий, интересный, замечательный человек. Ну что, давай начнем с Дня Знаний. Да, День Знаний, это прекрасно. У меня к тебе есть один интересный вопрос, а ты заметил про себя, заметил, в какой момент 1 сентября снова стало праздником? Потому что вот сколько, я помню, 90-е и 2000-е, это был такой вот откровенный фарс, потому что вот ничего, кроме ненависти, какой-то обеззаловки, то есть вот вообще школа, она до последнего несла на себе отпечаток и тяготы вот этого советского учреждения. А на самом деле в советском учреждении… И я тебе честно скажу, я по инерции к этому так и отношусь до сих пор, но я вижу, я смотрю по сторонам, и я вижу среди своих адекватных там ровесников, друзей, которые отправляют сейчас детей в школу, что для них это, имя так сказать, праздник. Да. Когда это началось и почему? Слушай, нет, на самом деле вообще как бы в советское время присутствие праздника, оно хоть как-то было, ну то есть оно чисто формальное… Не, ну совсем влохматое советское время. А в 90-е, да, это опустилось абсолютно в серость, и это даже не протокол, не формализм, а ещё хуже, то есть вот это отбивалось уже на каких-то, на последних, безэмоционально, и при этом даже непонятно зачем. То есть с одной стороны по инерции, с другой стороны при каком-то общем таком треморе, да, вот, и мысли абсолютно не о том, да, как бы, то есть не о первом сентября, а о чём-то другом. Ну вот ты меня абсолютно правильно понял, да, вот оно вот было так до какого-то момента, а сейчас вдруг поменялось. Слушай, ну на самом деле очень недолго, мне кажется, что года 3-4 буквально, то есть вот, да, может даже меньше. То есть вот в какой-то момент, да, это вот, у меня почему-то это всё как-то волной, когда парки стали парками, да, как бы, то есть когда по городу стало кайфом, там, классно гулять, да, то есть вот, ну, наверное, ещё там в начале 2000-х, да, как бы, то есть мы, собственно, да, там выходили, там погулять, там, да, там детей поводить куда-то. Ну вот ощущение какого-то общего праздника, его не присутствовало, да, то есть вот, а сейчас оно вот общее, да, как бы, то есть при этом я видел, как собираются там, да, вот люди, там, прошлых выпусков, приводят своих детей. Знаешь, ещё интересно, на мой взгляд, вот я замечаю, действительно происходит вот взаимодействие, такое реальное творческое взаимодействие родителей и учителей, вот, администрации школы. То есть реально решается, там, подарить учительнице, там, один большой бикет, или эти деньги потратить на благотворительность, там, или каждый ребёнок придёт, принесёт с собой по цветку. Ну вот я заметил, что это, с одной стороны, родителям интересно, а с другой стороны, и вот школы стали позволять как-то родителям соучаствовать в этих вопросах. Это как-то произошло естественно, да, и это произошло мало того, что естественно, оно произошло, вот, это какие-то внутренние коммуникации, да, когда они происходят легко, да, без напряга, да, я сегодня дочку отводил в первый класс, вот, и младшую, и встретил там Игоря Виттеля, да, вот, он сына отводил в первый класс. И мы там пообнимались, повспоминали какие-то прошлые годы, и, на самом деле, даже не в этом дело, как-то было очень нормально и легко. Вот естественно как-то. Да, 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 и этот праздник стал естественным, да, как бы, то есть он, там протокол всё равно остался, потому что это линейка, да, вот это всё, но она не мешает вот этому коммуникации. Самое интересное, что первые лица Министерства образования, это вот всё те же самые советские чиновничьи розы. Да, да, да. То есть это похоже, что достижение каких-то вот чиновников среднего уровня, среднего звена, как-то, то ли их там подраспустили слегка, то ли наоборот, дали разрешение общаться с народом, это как-то. Ну, в общем, мы с тобой всех поздравляем и признаём, что 1 сентября – это праздник. Праздник, да. Курбан, Дня Знаний, 1 сентября, ура, да. Но! Нельзя же просто так сказать и как бы без но. Есть но. Но! Так же случилось. По воле Всевышнего уж или, или вопреки, я не знаю, ну, по всей видимости, по воле, в этом году на 1 сентября выпал религиозный мусульманский праздник Курбан-Байрам. Курбан-Байрам. Да. Вот. Курбан-Байрам, Байрам-Курбан, да. Всех поздравляем. Всё, это праздник жертвы. Праздник жертвы. И самое интересное, интересно, здесь две вещи. Во-первых, как бы история этого праздника, что он вообще собой представляет, а во-вторых, ну, это большой как бы мусульманский праздник, там. И в Москве в нескольких школах, которые находятся рядом с мечетями, 1 сентября было перенесено. Либо как бы по времени, либо по месту. Либо по времени, либо по месту. По месту тоже, да? Да, потому что, насколько вот я знаю, дети из школы, которые находятся в непосредственной близости от центральной городской мечети, они сегодня ходили в цирк на Цверском бульваре. На Цветном бульваре. Я слышал, да-да-да. Вот, значит, а в Дагестане наоборот, ты удивишься, в Дагестане наоборот ни в одной школе линейку не отменили. Ну, разумно. Вот, а если про этот праздник сказать, он, значит, замечательный чем? Это праздник жертвы? Да. На самом деле, в основе сюжетного этого праздника лежит история Авраама и Исаака. Принесение отцом, готовность отца принести в жертву своего сына. Единственное, что Авраам называется Ибрагимом, вот, считается, что приносит, готов он принести в жертву не младшего сына, а старшего. Ну, то есть, там небольшие нюансы есть. Дело в деталях, да. Но общий сюжет, общий канва сюжета как бы ровно такая же. И якобы вот этот как бы Ибрагим, он был готов принести сына в жертву в том месте, на котором потом оказалась Мекка. Поэтому вот этот праздник Курбан-Байрам, он заканчивает собой вот период хаджа, когда у правоверных есть повод, основание, вот, как бы прийти в Мекку и, значит, поклониться Тамбугу. Ну, и, соответственно, на этот праздник обычно режут баранов с тем, чтобы угостить всех бедных. И в европейских странах, да и, в общем-то, и в Москве. Вот сначала проблема забоя баранов как бы стояла остро, потом вроде бы в Москве это удалось решить, где-то сейчас режут уже как бы за пределами. Но вот такой кровавый, весёлый. А тоже, кстати, договорились достаточно легко. То есть, я помню, что договорились вот с этой резкой баранов достаточно, как-то это, ну, не было на этом дикого акцента при этом. Ну, это не значит, что оно не вернётся, знаешь ли, с другой стороны. Нет, тут как бы мы ничего не загадываем, да, просто в какой-то момент оказалось, что, в общем, никто не против резать там, где скажут. И, в общем, все готовы договариваться, и все готовы. Ну, вот ты, как московский отец, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, правильно то, что в некоторых школах была перенесена линейка или нет? Потому что в этот момент департамент образования говорит, что мы защищаем детей от того, чтобы они не оказались в опенцентре какой-то толчии. Мы защищаем их от того, чтобы они не оказались свидетелями какой-то там кровавой сцены. И вообще, вот, как бы, проявляем толерантность, даём возможность, благо, не каждый год у них этот праздник совпадает, значит, с 1 сентября. Довольно редко. Да, значит, давайте тогда проявим толерантность, уважение к людям, которые живут рядом с нами. Ну, я, честно говоря, как бы, ну, вот, сейчас слегка в растерянности, да, потому что, ну, честно говоря, ну, ладно, ну, сдвинули по времени, так и сдвинули. То есть, тебя бы это не смутило, если бы, вот, как бы... Ну, рядом мечеть, да, понятно, я видел, что творится, да, как бы, то есть, в такие праздники, ну, на проспекте мира, да, вот, я понимаю, да, как не просто разруливать просто поток людской. 300 тысяч человек, вот где-то по оценке милиции 200 тысяч, по оценке Совета Муфти более 300 тысяч человек сегодня в Москве справляли этот исламский религиозный праздник. 200 тоже вполне хватит, просто вот этот вот поток, да, ну, честно говоря, как бы, то есть, меня бы не смутило, да, меня бы не смутило. Ну, собственно говоря, ну, а что притворяться, да, как бы, то есть, мусульмане в городе живут, да, то есть, ну, чего, да, так уж сложилось. Ну, такая вот, уже, наверное, давным-давно, вот, много новых, много и старых, да, как бы, то есть, тут и, да, они, как бы, то есть, вот, устраивают праздники. Просто я же вижу, как там, предположим, на Крестный ход, да, там перекрывают соседки улицы. Да, еще на Крестный ход, вспомни, когда привозили мощи Николая, там, полтора или два месяца, вся набережная была парализована, да, от парк культуры. Все, как, то есть, ну, понятно, кто кричал, как бы, да, то есть, ну, всегда найдется тот, кто-то прикричит, да, как бы, то есть, ну, а, ну, так-то, в общем, да, ну, все понимают, что, да, вот, ну, верующим, да, вот. А как ты относишься к информации о том, что якобы накануне 31-го числа ФСБ задержало двух подозреваемых, которые, вот, были связаны с исламским государством и планировали теракт? Вот, один, вроде бы, с ножом хотел кого-то покалечить, другой был готов себя взорвать. Вот, как бы, ты таким рассказом веришь? Ну, если задержали, так это прекрасно. Ну, то есть, ты веришь таким рассказам? Я... Мне всегда интересно, почему их задерживают всегда прям накануне? Вот, почему их не за неделю, как бы, задерживают? Это как вот в боевиках, они всегда чуть-чуть, вот, чуть-чуть не успевают и наверстывают в последний момент, я имею в виду, службы? Ну, что, не... Или это такой пиар-ход? Ну, определенная доля пиара здесь есть, и в этом нет ничего плохого, кстати, как бы, да, то есть, вот, когда на масс идет, вот, да, о том, что в преддверии чего-то, да, там, ФСБ совершает свои действия, то, ну, а что? То есть, это воспринимается положительно, отлично, как бы, я думаю, что спецслужбы должны все равно создавать свой образ, да, как бы, что они работают, вот, это лично мое мнение, я, как бы, то есть, не настаиваю, но при этом я знаю, что оперативная работа все равно идет, да? Да, идет она, конечно. Вот, идет круглый год, да, я думаю, что... Да, вот к вопросу об оперативной работе и имиджу ФСБ. Сегодняшняя новость, тоже какой-то вот богатый на новости день у нас выдался. ФСБ задержало жителей Костромской области за операции с биткоинами на сумму порядка 500 миллионов рублей. Вот, что-то они их крутили и пытались обналичить. Ситуацию с биткоинами... ФСБ и полиция Костромской области нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, правда, суд отпустил подозреваемых, под подписку они выяснили. Да, потому что, собственно говоря, дело ни я, ни ты мы не видели, как бы, да, то есть, обнал, что я могу сказать, как бы, да, то есть, обнал во всех странах, да, вот, по всему миру обнал это плохо, да, вот, государство хочет контролировать, контролировать собственные финансовые потоки, я государство прекрасно понимаю, да, то есть, она борется за налоги, она борется за бюджет, все понятно, как бы, да, то есть, почему нельзя выводить то, что ты заработал, как бы, да, то есть, это другой вопрос, да, то есть, ну, опять-таки, ведь можно, да, как бы, то есть, ты можешь обналичить то, что ты заработал, да, в любом случае, ты можешь взять, перевести в НАУ, там, любой депозит, любой вклад, да, Да, как бы, то есть, с Яндекс.Кошелька легко. Ну, это очень осложнено, очень осложнено. Это всегда, сейчас… Знаете, на чём, например, вот, я знаю, на чём прокалываются все люди, которые берут ипотеку в первый раз на покупку, например, вторичной недвижимости. На том, что сделка у них проходит кэшем закладка в банковскую ячейку, а кредит ему ипотечный банк выдает в электронном виде. И выясняется, что для того, чтобы обналичить эту крупную сумму, ну, неважно, 6-10 миллионов рублей, надо заплатить 1% или, там, полпроцента комиссии. Не важно, да. А чтобы его не платить, чтобы оно не платить, а эти деньги должны у тебя пролежать на счёте то ли месяц, то ли полтора, что, конечно же, невозможно, потому что у тебя горит сделка. Да, потому что тебе деньги выдают прям под сделку. Да, под сделку накануне. Да, то есть повсеместная борьба с наличкой идёт, и у неё есть свои резоны, мы от этого плюёмся, ну, все, да, как будто. Но в данной ситуации, да, с крипто, я просто не понимаю, да, там, сути дела, да, люди майнят, да, как бы, то есть, криптовалюты, окей, вот, они, это всё создаются какие-то, да, там, закрытые счета, они сливаются, переливаются. Я так понимаю, на основании новости, что эти товарищи, они не просто майнили, и вообще майнили они или нет, как бы сказать сложно, они, по всей видимости, занимались спекуляциями с криптовалютами, то есть, они, значит, оформили на своих родственников и знакомых около 300 банковских и сим-карт, с помощью которых проводили обмен и переводы криптовалюты. То есть, они были, видимо, посредниками, и, значит, с одной стороны, позволяли кому-то уйти в биткоин, с другой стороны, позволяли кому-то, наоборот, видимо, биткоина обналичить как-то, как-то хитро. Тут, как, да, любой брокер, да, как бы биржевый или финансовый, да, это всё равно, это тот же посредник, да, все брокеры просто регистрируются, да, там, на том же Форексе, как бы, да, то есть, вот, люди же то же самое делают практически. Перекладывают из кармана в карман, меняют валюты, да, там, вот, выигрывают на росте, выиграют на падении, всё, что угодно, да, вот, и вот, да, там, пальчики видишь, да, как будто, ну, вот. Ты знаешь, мне эта ситуация напоминает сейчас вот… Просто слово спекулянт, теперь это же не преступление, да? Нет, конечно, я говорю без, как бы, без отрицательной коннотации. Биржевые спекулянты, да, как бы, то есть, вот они, но они просто зарегистрированы, видимо, и платят налоги за сделку. Мне кажется, здесь есть такая вот, как бы, тонкая грань, вот, которую создаёт присутствие интернета во всей этой истории. Вот, смотри, ты можешь взять и на сцене театра, официально зарегистрированного, как бы, там, государственного или негосударственного, устроить какое-нибудь, как бы, квазирелигиозное действие, там, с обнажёнными телами. Это будет называться искусством, и ты в этот момент будешь не подсуден. В то же время, ну, у нас нет, потому что, прецедентов от прямых, чтобы за какой-нибудь спектакль кого-то обвиняли в оскорблении чувств верующих. Секундочку. Сумма будет просто. Да. Ты можешь быть обывателем, который у себя на стене, как бы, ВКонтакте опубликует скриншот из этого спектакля с какой-нибудь подписью. И тебя могут прихватить за одно мягкое место, обвинив в неуважении к чувствам верующих, и ты понятёшь, реальное наказание. И такие случаи уже есть. Да. И здесь именно то же самое вот с этими валютами. То есть, операции с биткоинами и с криптовалютами мало чем отличаются от спекуляций с валютами вообще, официальными, скажем так. Но в первом случае ты просто играешь на бирже, а во втором к тебе приходит ФСБ и начинает с тобой разбираться. Ну, мне всё-таки кажется, что дело там в налоговых делах, да, как бы, то есть, когда человек зарегистрирован, и понятно, какой он доход получает, да, то есть, вот эти вот операции, да, они приносят какой-то доход. Да, ну, то есть, и если ты зарегистрирован, то, конечно, никакого уголовного дела быть не может, да, как бы, то есть, ты действуешь. Официально и… Так, а у нас невозможно официально зарегистрировать операции с криптовалютами, их, как бы, не существует в пространстве российского? Криптовалюты существуют. Годи, нет, существуют. В правовом поле российском? Нет, они и не запрещены, и не разрешены. Я думаю, что они приравниваются к остальным валютам и… Нет, 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 только сейчас идёт обсуждение закона, Центробанк хочет, чтобы либо это запретили, либо приняли закон о криптовалютах. Пока это такой вот именно вакуум. Я думаю, это причина, по которой… Я думаю, это патовая ситуация. С одной стороны, всё-таки 500 миллионов рублей оборот, это достаточно крупные обороты. Ну, смотря какой срок, но, скорее всего, да. А с другой стороны, почему их отпустили на подписку, а не вылезти? Ну, потому что дела, в общем, какого нет. Да, потому что пока ещё нет дела. Но, с другой стороны, вот историю, когда на сцене в театре, да, и… На экране домашнего компьютера? Да. В соцсети? Мне кажется, что тут как раз есть вот такая вот тонкая грань именно в том, что когда человек покупает билет, да, он, в принципе, знает, куда идёт. Это достаточно камерная, да, вещь. Ну, а что? Нет, я просто тут же вспоминаю, у меня есть… А тут паблик! У меня есть знакомые в современном театральном сообществе, и они очень любят рассказывать про то, как на спектакле оказываются вот какие-нибудь простодушные зрители. Значит, в спектакле содержатся элементы, призванные как раз эпатировать, да, вот таких простодушных зрителей. Как они потом начинают убегать с этого спектакля и сами становятся частью действия. Потому что вот в том же Google-центре, как мне рассказывали, в малом зале, ну, ставился спектакль, в котором после того, как зрители заходили в зал, вход, ну, перед входом оказывался шкаф. И из этого шкафа вылезали все действующие лица. То есть актеры тоже попадали как бы на сцену через дверь, но эта дверь являлась шкафом. И вот тоже там какое-то творилось что-то там, не пойми чего. И когда две там старушки решили сбежать с этого спектакля, им сначала пришлось бегать кругами эту дверь искать, потом они догадались про шкаф. И под хохот зрительного зала, под светом софитов залезать в этот шкаф, чтобы, значит, как бы… И это уже была частью как бы театральной постановки. Так что в театрах тоже все не так однозначно. Наоборот, они очень активно эксплуатируют, эксплуатируют в том числе вот эту душевную энергию этих простецов. Ну, да, наверное. Но все-таки паблик, он есть паблик. Ну, хотя как бы, то есть я… Ты? Я склонен думать, что все-таки, как бы, конечно же, да, то есть вот новые информационные потоки, они, да, вносят свою, как бы, да, то есть вот эту вот изюминку, да, для… И каждый раз с точки зрения закона, да, когда мы говорим закон один для всех, да, там и прочее, прочее, ну, абсолютно нормальные, правильные слова, то оказывается, что, в общем, некий технологический, да, как бы, то есть рост, он немного опережает. И находятся всегда механизмы, которые невозможно как-то классифицировать по старым законам, да, то есть вот. А новые законы всегда должны предполагать еще зону ответственности и так далее, и так далее, и так далее. Это куча, ну, то есть правовой работы. Знаешь, мне кажется, что все гораздо проще, просто у российского государства сейчас мало денег, их становится все меньше и меньше с каждым месяцем. И поэтому, с одной стороны, государство пытается изыскать новые средства, изъятие денег у населения, а с другой стороны, заранее пытается поставить везде флажки, чтобы не допустить какую-то анархию, что ли, финансовую среди населения. И это мнение мое подтверждает тоже новость этой недели о том, что 28 августа Федеральная налоговая служба обнародовала письмо, по которым приравнивает операции россиян по зарубежным счетам, об открытии которых они не сообщили в российскую налоговую, вот, к незаконным валютным операциям. И теперь, если россиянин взаимодействует со своим счетом в зарубежном банке, о котором не было известно, Российской налоговой службе, то на него, на эту операцию может быть наложен штраф от 75 до 100% от суммы этой операции. А в Штатах за такое сажают лет на 15, по-моему. И вторая, ну не то чтобы новость, вторая новость для меня, которую я узнал на этой неделе, оказывается, штат Федеральной налоговой службы настолько большой, что у нас чуть ли не каждый сотый россиянин работает в налоговой. Да, ладно, да. Опа. Ну... То есть, а к тому, что сейчас налоговая служба, это, знаешь, как, когда мало кто догадывается, что Министерство связи – это чуть ли не третье по масштабу влияние и значимости Министерства в стране. Потому что, когда, ну, спрашиваешь у обывателя, ну, какие вы назовёте важные министерства, скажут, ну, Министерство обороны, Министерство экономики, а ещё, ну, МВД, а ещё. И вот там про связи вспоминают в самом конце. Мне кажется, такая принципиальная позиция этого ведомства, при том, что там они относятся и к обороне, и ко всему на свете. И вот то же самое с ФНС. ФНС сейчас становится вот прям таким столпом государственности, который свои щупальца, вот, у него задача дотянуться до каждого. Ну, с одной стороны, я примерно государство понимаю, да, как бы, то есть, они хотят структурировать все финансовые потоки в стране. Ну, чего, да, как бы, как любое государство. То есть, чем стабильнее, чётче государство, тем оно чётче контролирует свои финансовые потоки внутри страны, и вывод средств, и прочие-прочие инвестиционные потоки в страну, инвестиционные потоки из страны. В страну там что-то, по-моему, не очень текёт пока. Дело не важно, в смысле, дело не в этом, в смысле, контролировать это, да, как бы, то есть, я не знаю, я цифр, я знаю, что там когда-то падает. То есть, они очень разнятся, самое интересное, что в разных интерпретациях они очень сильно разнятся. Согласен, да. Главное, как считать. Опять-таки, как бы, то есть, когда мы говорим, да, об инвестиционных потоках из страны, да, то есть, предположим, то, что мы строим АКУЮ, да, как бы, то есть, в Турции, да, это же инвестиции из страны, да. Там же БИО, как бы, да, когда строишь, владеешь, оперы, ну, в общем, да, используешь, и мы только продаём туркам энергию, да, как бы, то есть, но АЭС, как бы, то есть, принадлежит нам, но всё равно это вывод средств, да, ну, это очень грамотный вывод средств, да, как бы, то есть, тут всегда нужно, ну, этот срез очень сложно просто вот взять, да, как бы, вот столько вышло, столько вошло, да, а, ну, да, мы покупаем, я знаю, как бы, людей, которые покупают заводы в Китае, да, как бы, то есть, вывод средств, вывод, да, как бы, то есть, а что не построил, да, а он там есть, вот, и там дешевле, вот, то есть, ну, всегда надо смотреть, но то, что государство пытается контролировать внутренние финансовые потоки, я, в принципе, понимаю, да, мне это тоже неудобно, да, как бы, то есть, и наверняка, когда-нибудь мне тоже что-нибудь прищемят, да, вот этим вот, потому что я не знаю всех контуров, структуры, вот этой всей, да, там, ну, получил гонорар, да, как бы, то есть, а бог его знает, заплатили с него, да, как бы, да, то есть, и раньше меня это абсолютно не волновало, да, как бы, то есть, когда там, да, ну... А сейчас вот червячок начал, да? Да, 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 вот, а тогда, как бы, да, то есть, ну, в известиях, да, написал, материал, всё, как бы, ну, пришёл в кассу, получил деньги, опа, всё, и не волнует ничего, как бы, да, то есть, а сейчас уже, а заплатили ли вы с него с налоги, а хрен его знает. Да, 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 да. Стоит облагать это налогом? Ну, понимаешь, что... А с другой стороны, а в какого фига, как бы, да, то есть, вот он же ездит на эту машину? Самая ирония в том, что если государство дарит тебе дорогой Мерседес, а потом дарит тебе деньги, чтобы ты заплатил за этот Мерседес налог, то с тех денег, которые тебе государство подарит, ты тоже должен будешь заплатить налог, и это будет... Дело в том, что, в принципе, это, как бы, то, что они их продают, это как раз нормально, мне так кажется, да, как бы, то есть... Конечно, да, то есть, ну, просто им не нужен, да, там, Мерседес, да, как бы, они купят себе что-нибудь подешевле, то, что им больше нравится. Мне Мерседес не очень нравится, да, как бы... Да они там, по-моему, то Ауди дарят, то Мерседес... Ну, дело не в этом, как бы, да, то есть, ну, вот, не нравится машина, да, как бы, то есть, ну, что, и она дорогая, ну, нормально её продать и купить себе то, что нравится, да. Просто машина – это подарок, да, деньги в конверте, ну, не знаю, у нас в России это считается не очень подарком, как бы, да, то есть, вот, видимо, от этого ещё отплясываем, как бы, да, то есть, а так, ну, да, в общем, понятно. Конечно, вот. Первое сентября настало, и мы вспомнили, ну, мы, я имею в виду, все в стране, и кто-то там в Кремле вспомнил, что вот начался активный период жизни нашей, который закончится в следующем году выборами. Да. Кстати, а погоди, а муниципальные выборы почему-то как-то мало сейчас попали в освещение? Так, а их пока ещё они не прошли, они же 10 сентября. Да, так агитации-то нету чего-то? Ну, не знаю, у меня в Фейсбуке висит что-то там такое. Ты знаешь, про муниципальные выборы я на следующей неделе планировал поговорить, потому что есть мнение, что этой активности пока ещё не было, потому что горожан не было в городе основных, люди с дачи ещё не вернулись, а вот сейчас вернутся, и вот сейчас и начнётся. Станут в пробках и перекусятся, да? Да, 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 но я к тому, что вот всё, можно сказать, ну, я хочу напомнить, что вообще раньше Новый год, он был как бы с 1 сентября по 31 октября, да? То есть, можно сказать, по старому стилю вот у нас Новый год случился, и вот этот Новый год предвыборный. И вот первая тема, сразу 1 сентября заявленная, вот была о том, что якобы в Кремле кто-то думает, а не выпустить ли в качестве главного оппонента Владимира Владимировича Путина на предстоящих президентских выборах женщину. Вот, как в ведомостях вышел материал, кандидатом в президенты России может стать женщина. И тут же были названы несколько кандидатов, которые могут в этой роли как бы такого спарринга под партнёра Путина себя показать. Член Совета Федерации Елена Мизулина, сейчас прям такие имена пойдут, бронебойные. Председатель, господи, как-то странно, странные ведомости написали, председатель МИД России Мария Захарова. Что-то я, то ли я упустил что-то, в общем, информационного департамента МИД, да, надо сохранить будет, похохотать потом. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутат Госдумы Наталья Поклонская и Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ. Да, я как бы... Давай вот прежде чем обсуждать эти кандидатуры, которые, честно скажу, мне абсолютно не симпатичны. Дело не в этом, нет, Мария Владимировна Захарова как бы, то есть, у меня внушают уважение. Не, ну она к президентству не имеет никакого отношения. К президентству никакого, работает профессионально. Ну, наверное, как бы. Ну, то есть, тут дело не в этом, да, как бы, то есть, я просто там не вижу президентских кандидатур. Смотри, я не устаю повторять, но это не такая большая тайна, как бы, что в России, можно сказать, в России повседневность определяют женщины. Вот в России повседневность, такую обыденность определяют женщины, это подтверждаются запросы многочисленные. Потому что практически всё определяют женщины, потому что за каждым мужчином тоже стоит женщина. Я говорю, соцопросы показывают, что в семье последнее решение о том, там, менять, не менять машину, там, менять, не менять квартиру, куда ехать отдыхать. Как бы, они происходят при активном участии женщины, так или иначе, вот, оказываются такими, какими эти женщины рекомендуют. То есть, в России женщины определяют, можно сказать, повседневность и жизнь страны везде, кроме политики. Потому что женщины крайне неактивно ходят на выборы, женщины воздерживают каких-то прямых политических каких-то суждений, но это опять-таки данные соцопросов. Хотя, если бы вдруг женщины как-то самоорганизовались, они реально могли бы, там, выбирать президента, там, свергать, там, парламенты и прочее, прочее, прочее. Я просто вспомнил единственное, я же сейчас вот был на этом всероссийском экологическом форуме, вот, это Владимир, и там губернатор Светлана Орлова, и я говоря, как бы, да, то есть, вот, с местной тусовкой и слушая ее выступление, да, это вот такой семейный регулятор, да, как бы, то есть, полностью, да, как бы, мать всех, да, то есть, и при этом она действительно регулирует, ну, как бы, да, то есть, Владимирскую область довольно успешно, вот. И, в принципе, я думаю, что вот таких местных руководителей их достаточно. Нет, конечно, но это обычно все-таки именно чиновники, это не избранные персоны. Да, да, но чтобы женщина вошла на тот уровень, да, она должна приразвить такие усилия. Тебе вообще нравится вот эта идея, чтобы у нас появился кандидат в президенты женщина, с которой бы Путин себя как-то сопоставил и противопоставил? А мне нравится. Нравится, да? А мне вообще, как бы, то есть, нравится, когда мы перестаем воспринимать женщин, как, как бы, то есть, ну… А тогда, по-твоему, кто бы это мог быть? Ну, вот в этом списке я не вижу президента, как бы, то есть, да. Не, ну почему, кстати, Матвиенко-то, в принципе, у неё опыта хватает. У неё опыта хватает. Другое дело, что она неотличима от Путина, она настолько часть вот этого политического эстэндвишмента. Нет, 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 тут я не согласен полностью, вот, потому что Путин всё-таки, как бы, гораздо более, во-первых, самостоятельный политик, самостоятельный в смысле принятия решений, да. Ну, так было не всегда? Нет, так было не всегда, но, возможно, 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 да. Но просто, опять-таки, Матвиенко при всём том, что она очень грамотно может организовать работу идеально, да, то есть, организационные способности великолепные, да, я видел, как это всё происходит, но при этом, как бы, то есть, она идёт в неких общих рамках, да, как бы, то есть… Мне кажется, что если эту женщину выпустят на выборы, то, с одной стороны, конечно, речь не идёт о том, чтобы она победила, ну, то есть, никто не будет рассчитывать, что она победит. Но, с другой стороны, если она покажет себя хорошо, я думаю, она вполне сможет рассчитывать на должность премьер-министра, например. И есть мнение, что если Путин победит на следующих выборах, а, по всей видимости, он победит, то ему понадобится какой-то очень, как раз такой техничный премьер-сильный администратор, и вот уж с этой ролью Матвиенко справится, мне кажется, с лёгкостью. Идеально, да, если говорить. Но, с другой стороны, мне кажется, что ты интригу особенно не разовьёшь, потому что, вот я повторяю, они с Путиным, они вот такие, как бы, политические тяжеловесы, вот, как бы, единороссы, то есть, это не разбавляет никак устоявшуюся схему. Ну, а кто, да, как бы… Я тебе могу, кстати, сказать, кто, я считаю, что… Нет, нет, команда в этом плане же полностью, как бы, отработанная ресурс. Отработанная. Елена Панфилова, я думаю. Её вообще не называют, как бы, не Элла Панфилова, а Елена Панфилова, да? Первая женщина в 20 веке, которая стала главой крупнейшей международной общественной организации, которая годами занимается темой коррупции и имеет наработанные, то есть, она занимается, она не скандалит по поводу коррупции, имеет наработанные контакты с разными ведомствами и т.д. Мне сложно сказать, потому что… Нет, ну это я говорю, как бы, да. Не видел её в работе никогда, как бы, да, то есть, лично не общался. Её, конечно, её не называет никто, как бы… А по информационным срезам всегда очень сложно судить о человеке, вот реально очень сложно, потому что у нас любой поток регулирует свои интересы и используется только как механизм, да? Но в целом нам эта идея нравится, было бы занятно. По поводу женщины? Да. Да. Было бы, конечно, если представить, что у нас на выборы пойдёт сейчас тройка Зюганов, Миронов, Жириновский, это будет похоже просто на сериал эти вот «Walking Dead», значит… Ну, не знаю, неужели там… 28. Ну, Жириновский понятно, но неужели коммунисты не сменят? Нет, а им сейчас некого менять. Как раз, скорее, даже Зюгановский может при необходимости сменить, потому что у него есть в поле несколько сильных политиков, ну, достаточно молодых, но которые хоть как-то засветились. Хорошо, а у коммунистов чего нет, что ли? А кто? Ну, назовём их. Ну, Акалышков. Нет? Не знаю. Мне кажется, нет. Он достаточно яркий, он достаточно разумный, насколько я помню, да, там… А не знаю, а если вспомнить Тир, ну, Даша Митину? Ну, нет, ну, во-первых, Даша Митина – это не совсем ортодоксальные коммунисты, да, она же там какой-то секте принадлежит, таких самых коммунистических коммунистов. Тут, да, возможно. Ну, знаешь, коммунистам, если и делать такой фортель, скажем так, коммунистам надо было его делать где-то ещё весной, вот весной объявлять, делаясь вставку и качать несколько месяцев. Да, 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 то есть лето потеряно полностью. Лето потеряно полностью, сейчас уже как бы до Нового года будет короткий это самое, там всё как бы. Да, это печально, но вот для меня именно трагедия наших левых, да, как бы, то есть это действительно, вот, потому что отсутствует работа с профсоюзами, профсоюзы вообще, в принципе, отсутствуют. Не сыпь меня соли на рано, я с тобой полностью согласен, профсоюзы отсутствуют. И это их не хватает, их не хватает даже тем, кто сейчас как бы, то есть их не хватает производственникам, хозяев бизнеса, да, это не только инструмент взаимодействия, коммуникации, да, и регуляции внутри, как бы, да, то есть вот на рабочих, как бы, ну, не там, да. Вот, и левые то же самое, да, левые поднимают те вопросы, которые нужны, и работают с ними, да, и могут эти вопросы как-то организовать и сгруппировать. Но у нас этого не происходит. У нас вот это вот давление того, что, да, у нас было 70 лет, но это были не левые. У нас капитал Карла Маркса никто не читал, хотя люди, которые сидели на кафедрах марктизма и лимининизма, сейчас вполне себе спокойно продолжают. Узнал недавно, что в советское время у региональных чиновников партийных была такая вот внутренняя должность человека, который за них должен был читать труды, значит, Ленина Маркса, подчеркивать, отмечать там какие-то значимые места. Да, на тот случай, если вдруг из Москвы приедет проверка и снимет в кабинете с полки книжный том и пролеснет, было видно, что он читанный и проработанный. Я верю, к сожалению, да, ну, потому что левых, и как таковых левых... Всё, последнюю новость я называю, единственным фильмом, единственным прибыльным российским фильмом лета 2017 года стала комедия «Бабушка лёгкого поведения», а какая-то, я посмотрел трейлер, честно скажу, какая-то похабная непотребщина, значит, с людьми из комедий-клаба в подражании вот этой известной американской комедии «Тутси» с Дастином Хоффом. Вот, там, переодевание там мужчины в женщину, значит, там какая-то романтика. Ну, комедия переодевания, в общем, это их тысяча. Да, но при этом они всё-таки молодцы, они из 90 миллионов сделали 130, и прокат ещё продолжается, а вот все остальные фильмы, которые получали господдержку, они в прокате провалились и даже не отбили тех денег, которые были у них потрачены. Ну, тут надо, собственно говоря, сказать то, что лето вообще для прокатчиков адовое время, да, то есть, города пустеют, да, а курортный прокат у нас не поставлен, он не поставлен нигде, да, как бы, то есть, и эту тему не раз поднимали, как бы, да, то есть, вот мы в каком-то кругу там международном, да. То, что, в принципе, курортный кинотеатр, да, в Испании, в который можно прийти, воткнуть уши и выставить там язык, будет отбиваться просто на ура, да, как бы, то есть, но это должно, то есть, ты сколько плёнок покупаешь, да, как бы, то есть, или сколько дорожек, это всё очень сложно. Лето провальное, как бы, да, то есть, обычный сезон. Бабушка лёгкого поведения, да, ну, комедия переодевания, пошловатое, всё-всё-всё-всё-всё, всё так. Но, слушай, посмотри, какие фильмы отбились вообще в этом году, там есть вполне себе. Ты имеешься на российский? Да. Да, и, например, что? Ну, кроме вот этого Бондарчука, «Притяжение», которое мне тоже не понравилось. Ну, слушай, ну, во всяком случае, это не бабушка лёгкого поведения. Ну, да. Вот, качественное кино, как бы. Это рисовали всё неплохо. Да, 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 да. Нет, там было что-то, я просто не помню, я как раз как бы, то есть… А что ты вот быстро вот сейчас посоветуешь посмотреть? Идёт ли сейчас что-нибудь в кинотеатрах, на твой взгляд, что нужно было бы глянуть? Как ты понимаешь, я хожу на мультфильмы в основном. А есть хорошие сейчас? Вот «Босс Молокозос» я не стал смотреть, мне советовали. Нет, да, ну, а там вот этот «Бигфут» мы с удовольствием смотрели. Ну, у меня дочке 7 лет, да, как бы, то есть, и, в принципе, вот эти вот все там «Стражи Галактики» и прочее, мы тоже с удовольствием… Это, понимаешь, вышли новые «Стражи», секундочку, вышли новые «Стражи», вышли новые «Игра престолов» закончилась, и непоятно, что смотреть. 7 сезон, ну да. Всё выселяют нас из студии и правильно делают, потому что вообще пятница вечер отдыхать, веселиться надо, справлять День знаний, а не языком болтать. Спасибо огромное тебе, что нас сегодня навестил. Ой, тебе спасибо огромное. Встретимся через неделю. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!